добрый день дорогие друзья извиняюсь за опоздание небольшое значит сейчас все все восстановим секундочку сейчас я настрою все приборы все приборы которые обеспечивают выход в интернет и изучение торы значит спасибо супер бергу спасибо чте огромное дурову да то есть у небе большая заслуга что они помогали помогали значит проводить уроки торы если опять же если они если они у них было намерение хоть чуть-чуть помогать в уроках торы потому что если человек делает случайно заповедь вот прям не знаю что это заповедь и не намереваясь ее делать то он есть мнение не выполнил кроме кроме заповеди добрые дела потому что если добрые дела человек делает даже неосознанно, то он выполнил. Понятно, да? Теперь, хорошо, мы сейчас зайдем в... Сейчас мы зайдем секундочку, да, канал в Телеграме у нас есть. Сейчас мы зайдем в этот канал в Телеграме. Друзья, сейчас, секундочку. Вот так вот. Заходим мы в канал в Телеграме. Сегодня у нас так, воикра, воикра. Сегодня у нас пятый день, главы в Айшлах. И сегодня один из самых непонятных моментов для меня лично в книге Берешит. Один из самых непонятных, но вот именно я думал над ним, думал очень сильно. Знаете, как происходит? Вот человек, когда ему что-то непонятно, и он хочет что-то понять, когда человеку что-то непонятно, и он сильно хочет что-то понять, то Всевышний ему начинает в Айшлах, день пятый, да? День пятый. То приходит то, что принято назвать инсайт. Инсайт, значит, приходит инсайт такой, начать запись. Вот у нас в Телеграме начинаем мы запись. Значит, приходит то, что принято назвать инсайт. И открывается ответ. Равицкак Зильберзе, он когда-то вот на уроках он иногда говорил, я 20 лет думал над этим вопросом, я там 30 лет не мог понять. У него была такая история, что он жил в Казани, учился в Казани в университете, физика, математика, казанский университет, это было где-то, ему было лет, скажем, 20, значит, это было, он 17-го года рождения, 37-й год, представьте, 37-й год, он учится в Казанском университете, факультет физика, математика, учится с отличием, и два часа в день он обязательно учил Талмуд. То есть у него, что бы ни происходило, он два часа в день учил Талмуд, с детства, каждый день. И если он в этот день не учил Талмуд, то он писал себе долг два часа, и потом восполнял этот долг. И вот, значит, он в Талмуде, трактат Тедушин, там написано, что в Торе, в письменной Торе, 5000, по-моему, 5785, например, отрывков. Отрывочков, предложений. Есть там измененные буквы, такая-то буква, середина букв в Торе, такая-то буква, значит, такие-то слова, дорож-дорож, там два слова, это середина слов в Торе. Такой-то отрывок, это средний отрывок в Торе, такой-то отрывок, средний отрывок в Псалмах. Это написано в Вавилонском Талмуде, который был записан в 500 году, примерно, на нашей эре он был закончен, то есть ему полторы тысячи лет, с тех пор он не менялся. Равзельбер думает, о, сейчас я как раз и проверю, мудрецов устной Торы. Значит, проверю. И он, значит, был там старый свиток Торы, который у него был, да, свиток Торы не меняется с момента, как Маширабен его записал. И представьте, он, значит, пересчитывает все-все-все отрывки в Торе, все пересчитывает. Пересчитывает все слова в Торе, все буквы в Торе. И что? И оказывается, то, что написано в Талмуде, не соответствует тому, что он высчитал. Потому что, например, в Талмуде написано в Торе пять тысяч семьсот восемьдесят семь отрывков, а там он насчитал пять тысяч семьсот пятьдесят отрывков. Там сорок три разница. Дараж-дараж, не середина слов. Значит, буква ВАВ большая в гигахон в слове, не середина букв. Представляете? Тридцать седьмой год примерно, плюс-минус. У него всех религиозных знакомых, друзей, всех или в тюрьму посадили, или уничтожили, и так далее. Они живут страшной, страшной ситуацией, и он соблюдает все, бомиссирует Нефиш с самопожертвованием, все заповеди мельчайшие. Он соблюдает. И тут он видит, что в устной Торе написано неправда, не соответствует действительности. Представляете? Но он знает, что Тора это истина, не может быть. То есть, Тора это истина, не может быть, чтобы столько поколений, мудрейшие люди, как Равдоныс, как Абарбанели, и так далее, они шли, умирали за каждую букву в Торе, не поступая своей верой. Как же он может теперь сказать, что это неправда? И он начинает, это у него вопрос, начинает исследование. Что оказалось? Оказалось, что в письменной Торе в пятикнижии 5700, например, 745 отрывков, как он и насчитал. А почему в Талмуде написано на 43 больше? Потому что 43 отрывка из письменной Торы дословно повторяются в Танахе, тоже письменная Тора, в книгах пророков и в писаниях. То есть получается, что есть еще 43 отрывка, которые дословно повторяются. Значит, всего существует 5783. Дальше. Дараж, 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 середина слов в Торе. Оказывается, в Торе есть слова, как Лех, Леха, Дараж, Дараж, Яков, Яков, Авраама, Авраам. Оказалось, что Дараж, Дараж, это середина сдвоенных слов в Торе. То есть они видели всю Тору, как сейчас компьютер, у них была вся Тора в голове. Буква ВАВ в слове Гахон это середина измененных букв в Торе. То есть в Торе есть, по-моему, 16, 18 букв, например, БЭТ первая большая, значит, ВАВ там большая, когда ЛИФ КОТА, когда Авраама плакивал Сару, там Эй, маленькая. И это как шифр такой. И вот буква ВАВ, то, что в Талмуде написано, середина букв в Торе, это середина измененных букв. И так далее. Он нашел ответы на все вопросы. Представляете? Но это как раз показывает нам, что когда есть вопрос, и ты Всевышнего говоришь, Всевышний, отдай мне ответ. Я хочу понять. Ответ приходит. Ответ приходит, значит, потому что сказал царь Соломон, что, как он сказал, он сказал, что если ты будешь ее искать, как другие ищут серебро, и как другие люди ищут сокровища, астовин ирата шем, тогда ты поймешь и трепет перед Богом, вэдаат и латин тимца, и познание всесильного ты найдешь. То есть, если у тебя будет теошемна тэн хохма, Бог дает мудрость, мепив, да, тут вуна, из его, как бы, рта, дословно, да, его слова, это Тора, да, познание и понимание, то есть, все от Всевышнего. Главное, чтобы был от нас только запрос, только стремление, только желание, и это желание, никто не может сказать, что я не мог хотеть стать религиозным. Это придумывает отговорки, я не могу кушать кошерное. Обман. Ты можешь захотеть кушать кошерное, а когда ты захочешь кушать кошерное, и ты будешь сильно хотеть кушать кошерное, как ты хочешь что-то вот, то, что для тебя важно, у тебя все получится. Все. Теперь, значит, сегодняшняя недельная глава начинается, отрывок наш, начинается с того, что вчера мы закончили на том, что Яков построил жертвенник, после того, как он спасся от Исава, после того, как у него все отлично, и он построил жертвенник, он пришел в Шхем, купил там поле, поставил свой отряд, много у него стад, все сыночки, 11 сыновей-богатырей, дочка Дина, и он, значит, написано, все у него хорошо, он поставил жертвенник Богу, и назвал его Эль-Элакей-Исраэль, так он назвал этот жертвенник. И, после этого, что началось, написано дальше, написано дальше так, в ЭТЦ Дина Бат Лея, значит, и вышла Дина, дочка Леи, которую она родила Якову, значит, посмотреть на дочек местной земли, значит, Лея, представьте ситуацию, Яков очень богатый, много стад, 11 сыновей, много рабов, рабынь, целый такой ладерь, такой, да, подошли к городу Шхему, купили, пришел он, и говорит, сколько стоит, я хочу поле, они говорят, стоит 100 серебряных монет, он говорит, пожалуйста, мешок серебра им, нате вам, значит, покупает поле, и ставит там жертвенник, Эль-Элакей-Исраэль, возносит жертву Всевышнему, и, значит, говорит, все, ну, все, то есть, вершина, все хорошо, все прекрасно, шалем, тело здорово, семья здорово, дети здоровые, жены здоровые, деньги есть, овцы, овцы прекрасно выглядят, да, все отлично, и выходит Дина, дочка Леи, значит, пошла в город посмотреть, что делают местные девушки, да, скромно тоже, подчеркивает Малвим, что она не пошла смотреть на Баним, она пошла смотреть на мужчин, пошла смотреть на девушек, какая там неделя моды, что девушки носят, и так далее, и увидел ее там Шхем Бен Хамор, увидел ее представитель золотой молодежи того времени, сын губернатора, сын царя этого города, Хамора, осла вот этого, который был материальный, а сына звали Шхем, сын Хамора, Ахиви, это национальность их была, хивийцы, они назывались, это были кнамские племена, они были Бней Хам, они были сыновей Хама, они были черные, такие черные, похожи на, может на недерийцев, может еще на кого-то, черные они были очень, да, и он ее схватил, Дину, он прямо подбежал ее, золотая молодежь, схватил ее, и изнасиловал ее, и мучил ее, Вайяне, значит, Уснатора говорит, что он прямо устроил с ней, Ордию просто захотелось, Батитбак, Навшобы Дина, Батяков, и во время этого насилия, у него написано, и приклелась его душа к Дине, дочери Якова, он вдруг увидел, увидел, почувствовал, что она уникальная девушка, и значит, его душа к ней прилепилась, во время насилия этого, да, и он полюбил ее, и начал он ей говорить, слушай, говорит, ты извини, что так все началось, но давай, порассуди сама, я сын губернатора, значит, ты, вы пришельцы, тут бедуины пришли, да, папа купил поле за сто монет, так Уснатора сообщает, это то, что он говорил к ее сердцу, а я тебе дам, сейчас весь город будет твой, вообще, вся эта земля будет твоя, и сказал шхем этот хамору своему папе, этому ослу своему папе, губернатору, возьми мне эту девочку в жены, хочу на ней жениться, он сказал, Яков услышал, что обесчестил Дину, его дочку, а его сыновья в это время были с полями, в полях с овцами, да, и он промолчал, ничего не стал делать, он промолчал, пока они не придут, собрались они все, и в это время, пока они собирались с полей, 11 сыновей Якова, пришел этот хамор, губернатор этого города, пришел он к Якову, и начал с ним говорить, и тут в это же самое время собрались все сыновья, представьте ситуацию, значит, шатры, этот хамор со своей свитой, губернатор такой, да, на Глинтвадинах приехал, и, значит, собрались пастухи, сыновья Якова, собрались они такие, похожие на самураев, например, они были одеты, если так, чтобы мы представили, как в фильме, и, значит, они, значит, стоят такие, как самураи, а этот шхем, этот хамор, говорит такие вещи, значит, он им говорит так, братья в это время разгневались, но они стояли, думали, что делать, они ничего ему не сказали, стоят, первым делом выслушали, значит, и говорил хамор им, значит, вот мой сын, сыночек мой, значит, прекрасный мальчик, значит, он прям прекрасный мальчик, в России, недавно судили, какого-то, сын он был, какого-то тоже из руководителей, то ли Дадистана, Дадистана, по-моему, да, и он вытянул в МГУ, вытянул свою девушку из окна, то есть девушка не хотела с ним больше встречаться, он ее вытянул из окна, вначале его оправдали, сказали, она сама выпрыгнула, но там были и видео, как он ее, ну, невозможно было, чтобы она сама выпрыгнула, и потом через какое-то время, значит, ну, что доказали, что он ее убил, но там за сроком давности, все равно, в общем, ему ничем за это не было, и это было, это было, и дай бог, чтобы такого больше никогда, не было, чтобы те, кто имеют власть, чем-то отличались от тех, которые от простых людей, значит, ну, тут говорит этот хамор так, вот у меня сынок, захотел он вашу дочечку, дайте мне ее, ему ее, пожалуйста, в жены, говорит он, и, значит, и давайте вообще жениться, ваших дочек мы будем брать себе в жены, да, то есть мы вас пускаем, ничего, мы не как в доме, который пришельцев убивали, мы вас пустим, можете жениться на наших дочек, а мы, мы женимся на ваших, вы женитесь на наших, и, значит, будете с нами жить на этой земле, торговать здесь, все, значит, тут же шхем вступает этот сын, он его и говорит братьям, чтобы найти как-то с ними общий язык, он говорит, все, что вы мне скажете, я сделаю, все, он говорит, сделаю, такой, знаете, активный такой молодежь, такая, знаете, привык, чтобы все было по его, это самая большая проблема, вот то, что называется золотая молодежь, когда они привыкли, которые не знают, как воспитывать детей, они очень часто им портят жизнь, тем, что создают им легкую жизнь сначала, в общем, этот шхем был из этой золотой молодежи, и он, значит, давай, все сделаю, он им говорит, что вы хотите, то и сделаю, значит, и ответили, и ответили они ему так, они говорят, смотрите, позор для нас, для евреев, чтобы наши, вступать в отношения с необрезанными, то есть, вообще, быть необрезанным, это как бы не вступить в союз с Богом, это для нас позор, они сказали, и не можем мы дать ее человеку, которого у него есть, вот эта крайняя плоть, это позор нам, они говорят, все, поэтому, если вы согласны обрезаться, все в вашем городе, тогда мы согласны, тогда мы вам дадим своих дочерей, а, значит, ваших дочек возьмем себе, а если нет, то тогда, заберем мы свою дочку, значит, заберем свою сестру, и уйдем, понравилось этому хамору и шхему, то, что они сказали, и, значит, пришли они в свой город, и начали уговаривать жителей, он собирает всех, мне он напоминает, знаете, есть такие смешные ролики, не помню, как они называются, там такой казах играет все время мэра города, вот такой мэр города, который ворюга такой, и мне вот кажется, что хамор этот был на него похож, и он жителям города говорит, а эти люди, они богатые, которые пришли, эти бедуины, да, вот эти оков, значит, мы давайте их заберем себе, все, что у них есть, заберем, пусть они здесь живут, значит, и они у нас растворятся, это очень нам выгодно, значит, мы будем забирать их дочек, заберем себе, а наших дочек, которые похуже, там, ну, всяких таких, не кондицию, да, мы отдадим им, и, значит, но есть одно условие, одно условие, какое есть, надо обрезаться, все, они обрезаны, значит, нам надо тоже обрезаться, и, значит, и тогда их стада, и их имущество, и все, что у них есть, оно будет наше, значит, не надо воевать, ничего не надо, а просто надо сделать обрезание, и мы, значит, все у них заберем, так сказали они на собрании с жителями города, значит, они послушались Хамора и сына его, и они все обрезались, устроили они коллективное обрезание, значит, я не представляю, как это было, но я видел видео одно, если вы наберете обрезание в Африке, да, чтобы как-то увидеть, как это было, обрезание в Африке в Ютьюбе, наберите просто обрезание в Африке, и там, значит, есть такое видео, когда какой-то африканский шаман, он в каком-то племени делает обрезание, и у него такое мачете длинное, он так берет, уже взрослым-то этим негром берет, оттягивает так мачете, так, обрезает, и он это, ну это же жутко больно, он такой кричит, а-а-а, и убегает в джунгли, и так вот они делают это обрезание, в общем, здесь то же самое, наверное, произошло, значит, сделали они обрезание, и на третий день все они лежали, и кричали, а-а-а, вот так они кричали, потому что им было больно, написано так, воей боем ошли ши, когда они были, у них были боли, значит, взяли два сына Якова, Шимон и Леви, именно братья Дины, как вы помните, Дина была дочка Леи, у Леи было шесть сыновей, старший сын был Реувен, второй сын был Шимон, третий сын был Леви, четвертый сын был Иуда, значит, но здесь второй и третий сын, Шимон и Леви, братья Дины, родные, да, они решили, что мы не можем простить это, взяли они свои мечи, и пришли они в город, и убили они всех мужчин, то есть они сделали, вот это как раз как ниндзи, как ниндзи, как есть еще такие, самураи и ниндзи, да, поэтому вот это сравнение мне пришло, они с мечами ночью зашли, может днем зашли, не знаю, не написано, и убили всех, всех мужчин, по какому закону они их убили, потому что в то время, в то время, значит, подчинялось все человечество сыновьям в Ней Ноах, законы Ноаха, значит, по закону Ноаха, есть одна повелевающая заповедь для всего человечества, есть шесть запрещающих, семь заповедей для сыновей Ноаха, одна всего лишь есть повелевающая и шесть запрещающих, среди запрещающих запрещен разврат, запрещено грабеж, запрещено идолопоклонство, значит, что еще запрещено, я не помню, вот третьих точно запрещено, идолопоклонство, грабеж, разврат и одна повелевающая совершайте праведный суд то есть для человечества бог дал одну заповедь должно быть честно по суду по закону чтобы все были равны перед законом чтобы не было одни значит живут по закону а вторые значит хотят должен быть справедливый суд честно теперь всего лишь 7 заповедей поэтому тот кто нарушает заповедь любую сыновей ноаха смертная казнь всего 7 заповеди бог сказал то есть за человечество которое не соблюдало эти семь заповедей было стерто потопом поэтому каждый кто нарушает эту заповедь он как будто бы угрожает всему человечеству не как будто бы угрожает поэтому у них было строго кто нарушит эту заповедь значит смертная казнь теперь хамор он украл девушку это был грабеж то есть он забрал силой он ее изнасиловал и в этом городе должны были сделать над ним суд, а суда над ним не сделали, его все поддержали. Все поддержали, значит, получилось, что весь город был его соучастниками из-за соучастия в преступлении, наказание как за преступление. Я помню, когда-то в детстве, я учился в спортинтернате, и двое моих знакомых со спортинтерната с одним бандитом пошли пить пиво, потом они с тем-то познакомились, зашли к нему домой, и, значит, этот бандит того убил. А их двоих, вот этих ребят, посадили, дали им с роти 10 лет, потому что тот, кого они убили, был родственник тоже какого-то милицейского генерала. И получается, что они не убивали, они просто пили пиво, а потом видели, как убивали, и им дали такое же наказание, как тому, кто убивал. Поэтому, значит, братья, они вырезали по закону, вырезали этот город, и также Хамора они убили, и Шхема сына его они убили мечом. И забрали Дину, свою сестру, из этого города Шхем. Значит, дальше я чуть пропущу, потому что я не успею сегодняшний весь отрывок дочитать, еще много, скажу, чем все закончилось. Значит, закончилось тем, что Яков их поругал за это, он им сказал, вы не должны были так поступать, вы поступили опрометчиво там, и так далее. Он очень на них ругался, на сыновей. Но они сказали, нет, мы не допустим, чтобы с нашей сестрой так делали. Яков сказал, тогда нас всех убьют. Но он забыл, что Бог на его стороне, и Бог ему сказал, я тебя буду во всем защищать. Поэтому на все окрестные народы был страх. И Яков с сыновьями ушли, Яков с сыновьями ушли, значит, из этого места, и пришли они туда, в то же место, из которого Яков вышел, в Бет-Эль, где Яков уже поставил жертвене, которое он обещал Богу. И, значит, в Айре Элуиме, или Яков, и показался Бог Богу, когда он пришел из-под Арама и благословил его. И сказал ему Всевышний, что имя твое Яков теперь не будет называться, теперь имя твое Исраэль будет твое имя, и назвал его Исраэль. И сказал ему, значит, Бог, что я, значит, Бог, чтобы ты умножался, будет из тебя много народов произойдет, и сыри выйдут из тебя. Но что интересно, что интересно, у меня был много лет вопрос, у меня был много лет вопрос, значит, за что Якову пришла эта история с Диной. И два комментатора, Раши и Малбим, они говорят оба одно и то же. Из-за того, что Яков не выполнил свой недр, какой у него был недр, когда он, обед, когда он выходил из Израиля, он сказал, если ты меня вернешь целым в дом отца моего, я и будешь мне Богом, то есть я буду все соблюдать, перейду я в это место, в Бетель, и здесь я поставлю жертвенник, и буду давать тебе десятину. И он пришел и построил жертвенник где? Не там, где в Бетеле, где он обещал, а в шхеме. И Бог для того, чтобы его из шхема забрать, он, вся эта история с Диной была, что он вынужден был убегать из шхема, потому что он боялся войны со всеми окрестными народами, и он пришел туда, куда должен был прийти и без этого. И вот тут мы делаем еще один вывод. Первый вывод, что то, что ты обещаешь Всевышнему, надо выполнять. То есть со Всевышним нет шуток. Всевышний – это не только любовь, и... Всевышний – это и любовь, и царь, и... И, значит, то, что называется Гвура, это Дин, суд тоже, да, ее звали Дина, что все в этом мире по суду. Как сказал царь Соломон, «Сов давар, а коль не шма». В конце концов, все ясно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. И он закончил там последний отрывок в Экклезиасте. «Вэ да, и знай, коль давар яви ла им ле мишпад, каждую вещь приведет всесильный на суд. Аль коль на и ламат, все скрытое, и за хорошее, и за плохое». За хорошее он смотрит в сердце, а почему ты делал хорошее. За плохое, понятное дело, что будет наказание. Поэтому Яаков, он не выполнил свой обед, пишет Раши, также говорит Малбим. И из-за этого произошла история с Диной. И после того, как Всевышний через эту историю сделал страдания Яакову, он страдал, Дина страдала, то есть было много страданий, целый город вырезали, то Яаков уже пришел и выполнил то, что должен был выполнить. Поэтому если бы мы с вами выполняли то, что мы должны выполнять, не было бы никаких страданий вообще в мире. Поэтому нужно очень сильно стремиться в Иерусалим, выполнять заповеди, стремиться ко Всевышнему. И чем больше мы будем напрягаться, выполняя волю Всевышнего, тем меньше нам придется напрягаться, выходя из каких-то проблемных ситуаций в нашей жизни. Все. Желаю всем, чтобы Всевышний дал вам, кому надо здоровье, чтобы было рефлаж, ломали, Рита, Бат, Бася. В итоге Шаркуля и Сраиль, чтобы было полное выздоровление. Рита, дочка Баси, и все, кто болеют, все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полное выздоровление. И чтобы Всевышний услышал ваши молитвы в заслугу тех заповедей и той торы, которую вы изучаете, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и прежде всего услышал нашу общую молитву, чтобы закончилась война. Потому что война – это страшно. В войне страдают те люди, которые ее начинают, и страдают те люди, которые попали под раздачу абсолютно неожиданно, ну то есть они ничего не хотели, попали под раздачу как жители Шхи.